Дорогие дамы и господа, есть такая страна в мире, которая называется США, ну или просто Америка. Это страна, которую мы с вами выбрали как место для нашего проживания, как место, где мы растим наших детей, внуков и получаем от этого удовольствие. И, дорогие друзья, никогда не забывайте, не страна выбрала нас, это мы выбрали эту страну. И поэтому я, например, ее называю моя Америка. И, кстати, именно это, я думаю, и является самым главным понятием для всех, которые здесь живут. Это моя, это наша Америка. Ну и, кроме этого, это, конечно же, название интереснейшей программы автора Алексея Орлова, который у нас на связи, который обязательно с вами сегодня пообщается. Номер телефона в студии я объявлю потом, когда Алексей закончит свое выступление. Ну, а пока, Алексей, добрый день. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Несколько дней назад, точнее восемь, газета «Нью-Йорк Таймс» напечатала громадную статью. Статья начиналась на первой странице. Статья под таким названием. «Черные избиратели требуют уколеблющихся демократов подвергнуть импичменту Дональда Трампа». Вот название статьи. И статья начинается с рассказа об афроамериканце Дуайке Эвансе, который представляет в Нижней Палате Конгресса, в Палате Представителей, представляет жителей одного из негритянских районов Филадельфии. Он постоянно встречается со своими избирателями, и он сказал в газете, что его преследуют одни и те же слова избирателей. «Мы избрали вас только по одной причине – избавиться от президента. Почему вы до сих пор от него не избавились? Почему Трамп все еще в Белом доме?» Дамы и господа, и подобные речи избиратели слушают многие афроамериканцы, члены Палаты Представителей. Нет ни одного чернокожего депутата этой Палаты, который бы не обещал избавить страну от Трампа. Ведь и вопрос об импичменте Трампа депутаты афроамериканцы подняли задолго до прошлогодних выборов. Техасский конгрессмен Алл Грин внес, напомню дату, 6 декабря 1917 года на рассмотрение Палаты Представителей резолюцию об удалении Трампа из Белого дома. Резолюцию поддержали 58 депутатов. Их назвали так «Первые 58» – «The First 58». В числе первых 58 были все до одного депутаты чернокожие. Каждый из них обещал избирателям, как и Филадельфийс Эванс. Обещал подвергнуть президента и письма, то есть ли демократы завоевают на выборах большинство депутатских мандатов. Демократы завоевали большинство, но после выборов прошло уже больше 7 месяцев, почти 8, а руководители партийной фракции все еще колеблются. Поэтому-то чернокожие избиратели и негодуют. Подавляющее большинство афроамериканцев настроено против Трампа. Вот результаты социологического опроса, проведенного службой университета Куинипиак. Есть такой университет в штате Канетикут. Опрос показал, 87% афроамериканцев относятся к деятельности Трампа отрицательно. 87%. Для сравнения, только 63% латиноамериканцев и только 48% белых относятся к работе Трампа отрицательно. И почти всеобщее неприятие Трампа чернокожими американцами может вызвать недоумение. В самом деле, в мае нынешнего года, в прошлом месяце, лишь 6,7% негров были безработными. 6,7%. Это выше, чем в среднем по стране. В среднем по стране 3,6%. Но с тех пор, как Бюро трудовой статистики стало в 1972 году включать в ежемесячные сводки сведения о занятости в различных категориях населения, безработица среди афроамериканцев никогда не была столь низкой. И произошло это во многом благодаря экономической политике Трампа. Ну хотя бы, может быть, только поэтому Трамп заслуживает у афроамериканцев более высокую оценку, чем 87% относятся к деятельности президента отрицательно. Дамы и господа. Дамы и господа. Дамы и господа. Отрицательные отношения уходят корнями в середину прошлого 20 века. До этого, до середины 20 века, на протяжении предыдущих 100 лет негры поддерживали республиканскую партию. Охлаждение между неграми и республиканцами началось в годы Великой депрессии, и мы с вами можем безошибочно назвать год, когда произошел полный разрыв между афроамериканцами и республиканцами. Это произошло в 1964 году. Почему именно в этом году? Окей. Я отвечу на этот вопрос через 3-4 минуты. Давайте обратимся к истории отношений республиканцев к республиканской партии. Афроамериканцев к республиканской партии. Абрам Линкольн. Первый в истории президент-республиканец. Негры видели в нем своего освободителя от оков. Окей. Мы это знаем. Рабовладельцем же были исключительно демократы. Только демократы были рабовладельцами в середине 19 века до начала Гражданской войны. После убийства Линкольна место президента занял демократ Эндрю Джонсон. Демократ. И он убедил чернокожих. Демократ – это значит враг. Логичен вопрос. Почему республиканец Линкольн выбрал демократа Джонсона своим напарником перед выборами 1864 года? Ответ ясен. К этому времени исход Гражданской войны был практически решен. Линкольн видел в демократии южанине, теннисийце Джонсоне, он видел политику, которая поможет восстановить отношения между севером и югом. Ну вот, заняв после убийства Линкольна пост президента, демократ Джонсон проявил себя, как сказали бы сегодня, расистом. Ну, в то время, когда это было, такого термина не существовало. Не было как бы расиста. Сегодня мы назвали бы его расистом. Джонсон наложил вето на принятый Республиканским Конгрессом закон о равных правах. Этот закон ставил своей целью защитить гражданские права негров в бывших штатах Конфедерации. Джонсон был против ратификации 14-й поправки Конституции. Эта поправка, мы знаем, гарантирует равные права всем гражданам стороны. Уиллис Грант, республиканец, был избран президентом в 68-м году, в 1868-м. Конгресс принял законы при Гранте, которые запрещали Куклуксклан и защищали избирательные права черных граждан. В частности, закон 1875-го года о гражданских правах защищал юридические права всех граждан, предоставлял всем гражданам, вне зависимости от цвета кожи, равный статус в транспорте, запрещал исключать негров из состава жюри, присяжных. И в течение трех с лишним десятилетий после президента Гранта, в течение трех десятилетий, В Белом доме был лишь один демократ, Гровер Кливленд. В предвыборной кампании 1892-го года Кливленд выступал против предложенного республиканским конгрессом закона, который запрещал штатным легислатурам вводить свои избирательные законы. И вот, став президентом, демократ Кливленд торпедировал этот федеральный закон и предоставил таким образом легислатурам южных штатов возможность ограничить участие в выборах чернокожих избирателей. После Кливленда президентами были три республиканца. Уильям Маккинли, Теодор Рузвирт и Уильям Говард Тафф. При Маккинли афроамериканцы стали получать, точнее, начали получать правительственные должности. В частности, их назначали дипломатами и таможенными инспекторами. После убийства Маккинли президентом стал вице-президент Теодор Рузвирт, и он продолжал политику предшественника по интеграции чернокожих американцев в правительственные структуры. Эту политику продолжил и Уильям Говард Тафф, сменивший Теодора Рузвирта. В частности, негритянские военные подразделения появились в армии при президенте Гранте. В 1899 году при Маккинли кавалерийский эскадрон негров влился в кавалерийскую дивизию, был интегрирован. В 1901 году это уже президент Рузвельт. Бенджамин Оливер Дэвис стал первым в истории негром офицером регулярной армии. В 2000... 2000... до 2000 мы еще дойдем, дамы и господа, 1912 год. Победил на выборах демократ Вудро Вильсон, но мы знаем почему, потому что республиканская партия была расколота. Вильсон победил. И он поставил точку на политике республиканцев, на интеграции негров. В частности, вот что сказал Вильсон, я цитирую президента демократа. Он считал сегрегацию, цитата, не унижением, а пользой для черных. Не унижением, а пользой. Началось увольнение афроамериканцев из федеральных служб. В зданиях федеральных ведомств появились туалеты для белых и цветных. Такого не было. Лишь единицам чернокожих удалось записаться добровольцевами в армию. После Первой мировой войны по инициативе Вильсона, мы с вами знаем, была создана Лига наций. И страны, вошедшие в Ригу нацию, решили одобрить предложение о расовом равенстве. Американский президент, демократ Вильсон, лично отверг это решение. Для уроженца Вирджинии Вильсона было важно сохранить принятые в южных штатах законы о сегрегации. И дамы и господа, из истории факта нельзя выбрасывать. Президент Соединенных Штатов, демократ Вудро Вильсон, способствовал возрождению Куклукс-клана, запрещенного при президенте Гранте. В 1915 году режиссер Дэвид Гриффит создал фильм «Рождение нации». В основу этого фильма был положен роман «Член клана» The Clansman, написанный Томасом Диксоном, который был университетским приятелем Вильсона. Это многомасштабная трехчасовая картина. Она охватывает период от лет, которые предшествовали гражданской войне, это 50-е годы 19 века, до окончания реконструкции, это начало 70-х годов 19 века. Фильм рассказывает об истории семьи Камерон. В конце картины эту семью спасает от неминуемой гибели отряд Куклукс-клановцев. Президент Вильсон устроил просмотр фильма в Белом доме, пригласил министров с женами, депутатов Конгресса с женами, дипломатов с женами. Это была первая в истории демонстрация кинокартины в резиденции президента в Белом доме. Лучшей рекламы для фильма не могло быть. И картина «Рождение нации» пошла гулять по кинотеатрам страны, ее увидели миллионы, и фильм «Рождение нации» привел к возрождению Куклукс-клана. Но если первый Куклукс-клан существовал только в южных штатах, второй обрел жизнь в северных, в Пенсильвании, в Огайо, Вискансине, во многих северных штатах, первый Куклукс-клан терроризировал негров и белых пришельцев севера, второй стал не только антинегритянским, но и антикатолическим и антисемитским. Мы с вами не обнаружим ни одного высокопоставленного демократа в первом Куклукск-клане. Во втором их было множество, вот некоторые, я назову только трех. Министр финансов администрации Вильсена Уильям Макаду, который мог стать кандидатом в демократической партии на выборах в 1924-м. Уга Блэк, назначенный в 1937-м году президентом Франклином Дилана Рузвельта в Верховный суд. Ну и наконец Роберт Бёрд, который скончался совсем недавно, в 2010-м, он был депутатом Сената с 59-го по 2010-м, был Куклукск-клановцем в свои молодые зрелые годы. И этот список легко продолжит. Вудро Вильсон, демократ-президент, дал ясно понять афроамериканцам. Демократическая партия? Это не ваша партия. На выборах в 20-е годы прошлого века вряд ли были чернокожие, которые голосовали за демократов. Республиканец Уоррен Хардинг, сменивший Уильсена в Белом доме, стал первым в истории президентом, который выступал на юге. В городе Бирмингеме, это штат Алабама, на встречу с президентом-республицианом Хардингом пришли 20 тысяч белых и 10 тысяч черных. Они сидели разделенные барьером. Вот что сказал Хардинг. «Надеюсь, наступит время, когда черные будут чувствовать себя полноценными, полноправными американскими гражданами». Это он сказал к явному неудовольствию белой аудитории. Хардинг скончался в 23-м году, в 1923-м. Его сменил вице-президент Калвин Кулич. Он победил легко на выборах в 24-м, отказался баллотироваться в 28-м. И в 28-м, 1928-м, президентом был избран республиканец Герберт Гувер, при котором, мы знаем с вами, началась Великая депрессия. Но и разразившийся при президенте республиканцы кризис не оттолкнул негров от партии Линкольна. Этому в немалой степени, конечно, способствовали реформы победившего в 32-м году на выборах Франклина Дилана Рузвельта. Программа нового курса не способствовали улучшению положения негров, занятых в южных штатах, в сельском хозяйстве. Не способствовали этому и новые законы. В частности, принятый в 1935 году закон о социальном страховании. Этот закон создал пенсию по старости, social security, и создал пособия по безработице. Этот закон фактически не касался сельскохозяйственных рабочих и домашней прислуги, то есть большинства чернокожего населения. Но афроамериканцы, занятые в производственном секторе в северных штатах, они голосовали за Рузвельта. Однако в то время, в 30-е годы, процент афроамериканцев, участвовавших в выборах, был ничтожным, поскольку на юге негры были практически лишены избирательных прав. В 1945 году в Белый дом вошел после смерти Рузвельта Гарри Трумэн. И он стал фактически первым в истории президентом-демократом, который решил покончить с расовым неравноправием. По распоряжению Трумэна была ликвидирована сегрегация в федеральных учреждениях. И как главнокомандующий, президент Трумэн запретил сегрегацию в армии. Во Второй мировой войне белые и черные воевали в разных подразделениях. В разных. Ну, например, чернокожих летчиков не было в белых эскадрильях, были отдельно эскадрильи черных летчиков. Чернокожие санитары не оказывали помощь раненым белым. Трумэн, демократ-президент, покончил с таким порядком навсегда. И в начавшейся при Трумэне Корейской войне белые и черные американцы сражались бок о бок. Борьба Трумэна за равноправие встретила отпор однопартийцев-демократов-южан. На выборах в 1948 году Трумэну противостоял не только кандидат республиканской партии Томас Дьюи. Против него боролись два демократа, левый и правый. Левым был поклонник Советского Союза Генри Олес, правым – сенатор из Южной Каролины Стром Торман. Трумэн, мы знаем, победил вопреки всем прогнозам. Не было ни одного политического прогнозиста, который бы не объявил до выборов, что Дьюи выиграет, Трумэн проиграет. Трумэн победил. Но в четырех южных штатах демократы поддержали Термонда. На выборах в 1952 году голоса черных избирателей разделились между республиканцем Дуайтом Эйзенхауэром и демократом Эдлайом Стивенсоном. В 1960 году в выборы выиграл демократ Джон Кеннеди. Он получил поддержку 68% афроамериканцев. За потерпевшего поражение Ричарда Никсона, республиканца, голосовали 32% афроамериканцев. И это, в 1960 год, были последние президентские выборы, на которых кандидат республиканской партии получил ощутимую поддержку негров. Историки, которые рассматривают партийные предпочтения афроамериканцев, историки единогласны. Решение республиканцев, номинировав в 1964 году кандидатом в президенты сенатора из Аризоны Барри Галдуотера, это решение стало поворотным пунктом в отношениях чернокожих к республиканской партии. 1964 год. Съезд республиканцев в 1964 году, съезд проходил в Сан-Франциско, он открылся 13 июля. А 11 днями ранее, 2 июля, президент-демократ Линдон Джонсон подписал закон о гражданских правах. На церемонии подписания Джонсон сказал, я цитирую, Цель закона проста. Закон не ущемляет свободы ни одного американца. Закон провозглашает, все, кто равен перед Богом, должны быть равны у избирательной урны, в школе, на фабрике, в гостинице, в ресторане, в кинотеатре, во всех местах обслуживающих население. Закон о гражданских правах был принят после многомесячного обсуждения в обеих палатах Конгресса. Дебаты выявили несогласие депутатов южан и в палате представителей, и в Сенате едва ли не по всем положениям закона. Окончательную версию закона Сенат одобрил 73 голосами против 27. Среди голосовавших против закона был 21 демократ и только 6 республиканцев. Если бы все сенаторы и республиканцы не голосовали за, закон был бы отвергнут. Но в числе 6 республиканцев, голосовавших против закона, был сенатор из Аризоны Барри Голдоттер. И в избирательной кампании средства массовой информации изображали кандидата республиканской партии как отъявленного расиста. И средства массовой информации называли расистами всех консервативных республиканцев, поскольку республиканцы присвоили своему кандидату звание мистер-консерватор. В 1965 году также президент Линдон Джонсон при нем был принят закон об избирательных правах. Этот закон отменил проверку грамотности избирателей, отменил экзамены на знание Конституции и другие ограничения. Цель этих ограничений считали афроамериканцы в отстранении их от участия в выборах. В 1967 году президент Джонсон назначил в Верховный суд чернокожего юриста Тергуда Маршалла, который принимал деятельное участие в правозащитном движении. Вот что сказал сравнительно недавно профессор истории университета Техаса, афроамериканец Пенил Джозеф. Я цитирую профессора. 60-е годы были революционными в Соединенных Штатах, а Барри Голдоттер олицетворял реакцию республиканцев на эту революцию. В 1968 году в выборы выиграл республиканец Ричард Никсон, но 72% чернокожих избирателей голосовали за демократа Губерта Хэмфри. И с тех пор процент афроамериканцев, которые поддерживают кандидатов демократической партии, редко опускался ниже 80-ти. В 2004 году за демократов Джона Керри голосовали 88% негров. Барак Обама установил в 2012 году рекорд. Он получил поддержку 94% афроамериканцев. Хиллари Клинтон в 2016 получила поддержку 92% афроамериканцев. Сегодня афроамериканская община – самая надежная база демократической партии. Вот две цифры, дамы и господа. Чернокожие американцы составляют чуть более 13% населения. Чуть более 13%. Но они дают кандидатам демократов на пост президента 25% голосов. В округах с преобладающим числом чернокожих жителей победа демократа на выборах в палату представителей практически гарантирована. В палате представителей есть только один республиканец-афроамериканец. Это техасец Уилл Херд. Он представляет округ, в котором менее 3% чернокожих жителей. Чернокожий республиканец Ален Вест в прошлом полковник американской армии. Многие из вас, конечно, знают его. Он в течение одного-двухлетнего срока был депутатом палаты представителей. Так вот, в августе 2011 года, выступая на телеканале Fox News, республиканец, конгрессмен-республиканец в то время Ален Вест назвал демократическую партию, цитирую, «плантацией 21 века». И Уэст вряд ли далек от истины. Чернокожие избиратели ныне голосуют за демократов, как будто не рабы, которых хозяева обязали голосовать так или не иначе. Чернокожих республиканцев, таких, как выросший на сегрегированном юге член Верховного суда Кларенс Томас, вожди афроамериканской общины называют «дядя Том». Так называют по имени героя известного романа, который не считал возможным оказывать сопротивление рабовладельцам. Таких чернокожих республиканцев, как четырехзвездный генерал Колин Пауэлл, который был государственным секретарем с первой администрации Джорджа Буша сына, демократы сравнивают с Бенедиктом Арнольдом, который начал войну за независимость в армии Джорджа Вашингтона, затем переметнулся на сторону врага англичан. То есть он предатель. Избиратели афроамериканцы едины в поддержке кандидатов демократической партии, точно так, как советский народ был един в поддержке кандидатов коммунистической партии. Избранные афроамериканцами в палату представители депутаты едины в каждом вопросе. Все до одного они за импичмент президента Трампа. Все за одного они готовы защищать планету Земля от перегрева. Все до одного они за государственное здравоохранение. Все до одного они выступают за репарацию потомкам черных рабов. Дамы и господа, в самом конце своего монолога я напомню вам из речения Станислава Ежелеца. Лец однажды сказал, цитирую, «Слово единомыслия может быть сложено только из отрубленных голов». Но, на мой взгляд, это слово может быть также сложено из пусто порожних голов. И вот на этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологе. Будет небольшой перерыв на рекламу, после чего я с удовольствием присоединюсь к общению с вами. Добрый день, господа, добрый день, Алексей. Спасибо опять за вашу программу. Вы знаете, мне, не знаю, посчастливилось, повезло. Я два года, 10 лет назад проработал в штате Алабама. Огромный столетийный комбинат. Я столкнулся с югом, настоящим югом Соединенных Штатов Америки. И среди афроамериканского населения там, интеллигенции, допустим, что я инженер, инженера, менеджеры, которые были, а они практически 100% республиканцы. А потом, когда разорвалась бомба, как говорят в прессе, Квотербэк, вы знаете, в американском футболе, он, кажется, играет в Тенниси сейчас, а в штате Салабамы. И как-то его спросили из ПН, спортивная, телевизионная, насчет него, за кого он голосует. Он говорит, мы, традиционно, начиная с гражданской войны, вся наша семья на протяжении больше 100 лет голосует только за республиканцев. Это благодарность того, что сделал Абрахам Линкольн для них, понимаете? К сожалению, таких все меньше и меньше. И, к сожалению, большому. Их не лидеры, это как Джесси Джексон, Алс Шарм, который полный ничтожества, который из себя ничего не представляет. Понимаете, а такие, как Кларен Томас в Суприм-Корте или генерал, вы его назвали... Колин Пауэлл. Колин Пауэлл, которым я, кстати, имел счастье встречаться, с ним разговаривал долго очень. Совершенно потрясающий человек, кстати, владеющий в совершенстве идышем, потому что он жил и родился в еврейском районе в Нью-Йорке. Вот, или Кандали Сарайс, понимаете? Мне в Алабаме из работе черные сказали, Кандали Сарайс, говорю, она же представляет Алабаму. На редкость интеллигентная женщина, грамотность, владеющая, кончившая русскую филологию, профессиональная пианистка, говорит, она предательница, она работает на белых. Говорю, она работает на Америку, но она работает на белых, для нас она предательница, мы ее не признаем. Но, в принципе, еще остались такие очаги, к сожалению, это очаги, но раньше это было нормально, особенно, опять, юга-то, вы знаете лучше меня, юга-то совсем другое, что где мы живем, на севере, понимаете? Но я с такими людьми встречался, но, опять, это в основном интеллигентные, образованные люди, которые, как полковник Вест, просто, видите, и он всего лишь один срок продержался. Алекс, у нас есть звонки, пожалуйста, давайте поподробуем. Спасибо. Спасибо большое. Окей, во-первых, я тоже живу на юге, не на глубоком юге, это Алабама, безусловно, глубокий юг, я живу в Северной Королине, это тоже южный штат. Знаете, ситуация примерно такая. Вы обрисовали совершенно точно. Интеллигентные черные, я не говорю все, но большинство здесь у нас поддерживают республиканскую партию. Кстати, мой конгрессмен в Палате представителей, Марк Медоу, ну, вы знаете, это самый главный консерватор, один из самых главных консерваторов в Палате представителей, выборы 2018 года, промежуточные, показали, что его поддержало 24% в нашем округе, в нашей эре, 24% черных. Я полагаю, что это в основном образованные черные. Я не ручаюсь 100%, потому что я, на мой взгляд, что касается молодых черных, оболваненных в школах и в университетах, ну, и черных, без всяких таких, будем говорить, дипломов, то они в основном поддерживают демократическую партию. То, что вы сказали, это, мне кажется, типично для многих южных штатов. Спасибо большое. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый день, Алексей. В 1992 году в Лос-Анджелесе состоялись погромом по поводу четырех полицейских белых. И затем, после этого, был процесс над Джеймс Синсоном, которого оправдали, хотя он был сто процентов виноват. И затем, вот, в Калхайце, в Нью-Йорке, и в Фергуссоне, и в Болтсмире состоялись какая-то погромы, но никто этим погромам не придавал большого значения. Как-то все утихонировалось. И вот этот процесс, как вы думаете, ускорил ли процессор, ускорит ли этот процесс разложения Соединенных Штатов? Спасибо. Вы знаете, вообще то, что произошло с Кингом, это 92-й год, если мне вы правильно сказали, Лос-Анджелес. Я думаю, что вот, когда был оправдан белый полицейский, после чего начались безобразие, безобразие, с убийствами, поджогами, с чем угодно, этот процесс, он, в общем-то, в какой-то степени был, способствовал тому, что черные, они уже были, в основном, большинство афроамериканцев было на стороне республиканцев, но этот процесс, связанный с убийством Кинга и с оправданием белого человека, он, в общем-то, еще более усилил, усилил отношение, отрицательное отношение черных к белым. Ну, в то время, 92-й год, вы помните, президентом еще был Джордж Буш, предстояли выборы, которые выиграл Клинтон, но президентом был Джордж Буш, и средства массовой информации, это было предвыборное время, они были целиком на стороне Билла Клинтона, что же касается Джорджа Буша, то вы помните, в 86-м году, во время выборов, ему во многом помогла реклама о Уилле Хортоне, ну, это черный преступник, который сидел в тюрьме, в местной тюрьме, не в федеральной тюрьме, а в штатной тюрьме, в Массачусетсе. В Массачусетсе существовало правило, согласно которому хорошо заключенный, который хорошо себя ведет, ему предоставляется возможность отдохнуть за пределами тюрьмы, и вот Уилле Хортон отправился за пределами тюрьмы, убил и изнасиловал, снова попал в тюрьму, и республиканцы сделали рекламу на этот счет, потому что соперником Джорджа Буша на выборах 1988 года был губернатор Массачусетса Майкл Дукакис, и вот поскольку была эта реклама, то опять-таки средства массовой информации изобразили президента, кандидата в то время президента Джорджа Буша, он был вице-президентом у Рональда Рыгана, как античерным, как расистом, поэтому средства массовой информации, американские, большинство, делают все возможное, чтобы натравить афроамериканцев на белых, и всякие эксцессы, о которых вы только что сказали, конечно же, способствуют тому, что черные отворачиваются в большинстве своем от белых политиков и голосуют за республиканских политиков и голосуют за демократов. Спасибо большое за вопрос. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. Добрый день. Да, хорошая информация, проблема огромная, и она будет только усугубляться. Это угроза будущему Америки. Я имею в виду черное население. У меня два вопроса, если можно. Пожалуйста. Вопрос первый. Во вчерашней передаче Луи Добса Вы говорите, вы не слушаете радио. Говорите. в первой передаче Луи Добса в вечерней, после нее создалось такое впечатление, что вот эти мощные замахи по расследованию расследователей со стороны Бара, Линдзи Грехема, как-то все это сдулось. Во всяком случае, Луи Добс выразил очень большое разочарование. Я хотел бы узнать мнение Алексея по этому поводу. Это первый вопрос. А второй вопрос. Часто назад Трамп выступал в совместной пресс-конференции с польским президентом и был задан вопрос о дружбе Польши и России. И польский президент ответил очень аргументированно краткой истории этих неприятных взаимоотношений с Россией. И самое главное, он сделал упор на сегодняшнем поведении России. То есть это Грузия, Украина, Крым, Скрипали, все что угодно. То есть никаких оснований нет. И тут же, как только он закончил ответ, вступил Трамп и сказал, я полагаю, что у Польши будут прекрасные отношения с Россией. И то же самое у Америки будут прекрасные отношения с Россией. Ну, как-то это диссонансно очень прозвучало. Плюс звонок к встрече с Путиным. Во-первых, я совершенно не согласен с Трампом, что у Польши будут хорошие отношения с Россией. Это зависит не от Польши, чтобы были хорошие отношения с Россией, а зависит от России, от режима Путина. Путин будет там вечным царем до конца смерти, до конца своей жизни. Он хочет воссоздать опять-таки империю России, Советскую империю на развалах Советского Союза. Мое предположение, хорошее отношение Польши с Россией, мне кажется, исключены. Теперь по проводу расследования, которое обещал Уильям Барр и о том, что обещал сенатор Грэм. Вы знаете, меня не пугает то, что это тормозится, то, что не начинается день за день, день за днем мы узнавать что-то новое. Я думаю, что Барр расследования идет. Он просто не хочет, ничего не сливается в средства массовой информации. И поэтому нам кажется, что все проходит очень медленно. У меня только есть одно сомнение. Одно сомнение. Есть ли, не дай бог, не дай бог, выборы в следующем году выиграет демократ, и не дай бог, не только палата, республиканцы не смогут вернуть себе палату представителей, да еще к тому же проиграют и сенат. Все эти расследования на них точно будет поставлена точка, точка. Поэтому, с моей точки зрения, хотелось бы, чтобы и Уильям Барр, и сенатор Грэм ускорили эти расследования, насколько это возможно. Что касается то, что вы сказали, что стране грозит афроамериканцам, вы знаете, у меня на этот счет мнение другое. Значит, если продолжится нелегальная эмиграция из Латиноамериканской Америки, то нашей стране в первую очередь грозит это многомиллионная нелегальная масса людей, которые не желают адаптироваться в Соединенных Штатах, которые будут сохранять свой язык, так называемый испанский. Я говорю, так называемый, потому что, когда я одной испанской даме много лет назад сказала, она открыла офис в районе, где живут латиноамериканцы в Нью-Йорке, в Манхэттене, я сказал, ну, у вас-то много испаноязычных. Она возмутилась, что это не испанский язык. Окей, мое мнение, может быть как раз столкновение афроамериканской общими черной, потому что многие работы, на которые могут претендовать афроамериканцы, латиноамериканцы, особенно нелегалы, их миллионы, они могут работать за деньги, которых гораздо меньше, деньги, меньше федерального закона минимальной зарплаты. Поэтому, с моей точки зрения, стране грозит опасность не столько от афроамериканской общины, сколько от будущей, как ее называют, коричневой латиноамериканской общины. Опять-таки, это мое мнение, вы с ним можете быть не согласны. Большое спасибо за вопросы. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. я хочу спросить Алексея, во-первых, знает ли он что-нибудь о деле Смолета, то есть оно так и было, так сказать, похоронено, да, как я понимаю, или я что-то не в курсе. Это первое. И второе, в связи с тем, что средства массовой информации, даже включая интернет, так сказать, там есть трудности с получением консервативных каких-то материалов. Как он считает, можем ли мы победить левых, потому что нужны способы распространения информации, сравнимые с системой пропаганды левых, то есть если они это захватили не только средством массовой информации, большинство, не большинство, а там, не знаю, 95%, но даже интернет, то может ли такое возникнуть, даже экономически, для остальных людей, консерваторов? Вот такой вопрос. Что касается Смоли, то я никаких новостей, кроме тех, о которых нам сообщают, я просто-напросто не знаю, и тем более, что меня глубоко этот вопрос не интересует. По-моему, Чикаго, вы живете в Чикаго, Чикаго бурлит по этому поводу, насколько мне известно, телекомпания, которая, телесериал, в котором он играл, он больше там играть не будет. Насколько, опять-таки, мне известно. Я мало что знаю об этом. Вы живете в Чикаго, я понимаю, или в районе Чикаго, вы должны знать больше, чем знаю я. Что же касается социальных сетей, окей, я с вами согласен, то, что происходит, все эти фейсбуки, гугл, амазон, все эти громадные компании современные, в общем-то, они все сочувствуют левым, либералам, прогрессистам. Что мы с вами можем сделать, я понятия не имею. У меня, так сказать, нет ответа на ваш вопрос. Более того, с моей точки зрения, гораздо большая опасность. Ну, если не большую, то такую же. Представляет то, что идет оболванивание наших детей в американских школах и в американских университетах. Это гораздо, опять-таки, это мое мнение, страшнее того, что идет то, что на фейсбуке или на ютюб притормаживают консерваторов, но дают полный простор либералам, прогрессистам. Школы и университеты, вот беда, главная беда, на мой взгляд. Спасибо большое за вопрос. Алексей, спасибо огромное. У нас буквально остается пару минуток, поэтому вам заключительное слово и потом будем прощаться. Прошу вас. Окей, дамы и господа. Я готовлю передачу, готовлю материал, передачу о том, что сейчас происходит вокруг Мартина Лютера Кинга. Значит, в конце прошлого месяца английский журнал опубликовал статью историка Дэвида Гэрроу. Это известный историк, он специалист по Мартину Лютеру Кингу. Ему принадлежит биография Кинга, выше чем в 86-м году. Он в 87-м году получил за биографию Кинга пулисеровскую премию. Он обнаружил интереснейшие материалы в архивах. Материалы, связанные с тем, что ФБР прослушивала Кинга, его приятелей, его друзей, и то, что он собрал, ну, я скажу в двух словах, он называет Кинга в своей статье. Эта статья была отвергнута практически всеми американскими средствами массовой информации, газетами и журналами, и рядом английских газет была напечатана в малоизвестном английском журнале, сейчас об этом журнале знает все, он его называет сексуальным маньяком, приводит примеры. И вот о реакции об этой статье, о реакции на нее, и я увяжу, конечно, слежку, шпионаж ФБР за Кингом и шпионаж ФБР за сторонниками Трампа, вот на эту тему я буду с вами говорить ровно через неделю, я думаю, это будет интересная передача. Всего хорошего, дамы и господа, будьте здоровы. Будьте здоровы, Алексей, спасибо огромное за интересную передачу и увидимся или услышимся на следующей неделе. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok